Берегите кошелек или как отличить настоящую банкноту от фальшивой. Игорь Валерьевич, мы уже все привыкли к безналичному обращению денег. Везде терминалы, мы расплачиваемся карточками, мы покупаем продукты карточками. Зачастую у людей в карманах нет живых денег, как мы говорим. Но, тем не менее, деньги есть и иногда попадаются фальшивые. Какие чаще всего банкноты выявляются? Чаще всего среди поддельных банкнот выявляются банкноты самого крупного номинала. Это 5000 рублей. На втором месте по количеству подделок банкноты номиналом 1000 рублей. За первое полугодие 2022 года у нас на территории республики было выявлено 5 поддельных денежных знаков. Из них 3 денежных знака номиналом 5000 рублей и 2 номиналом 1000 рублей. Здесь у нас отмечается положительная тенденция, поскольку это цифра меньше в 4 раза, чем было выявлено за аналогичный период прошлого года. А с чем связаны такие хорошие показатели? Работа правоохранительных органов, наверное, выявляемость? В том числе может просто снижение количества подделок. Ну, потому что подделка, она и есть подделка. Банкомат ее не примет, но на подделки может попасться конкретный человек. Где чаще всего людям, как говорится, подсовывают фальшивые купюры? Чаще всего фальшивомонетчики пытаются сбыть поддельные банкноты в мелких торговых сетях, в киосках, на рынках, на ярмарках, там, где нет специального оборудования и кассовый работник не может проверить купюру на подлинность. Также в кошелек гражданам поддельные банкноты могут попасть при проведении наличных расчетов. При проведении наличных расчетов, любых наличных расчетов? Да, вы можете что-то продать, купить по объявлению, какие-то суммы крупные, и среди них может попасться поддельная банкнота. Как же можно определить? Вот вы говорите, пятитысячные купюры чаще всего попадаются. Вдруг такая купюра может попасться? Как определить, настоящая ли купюра? Все банкноты Банка России имеют ряд защитных признаков. Маленько расскажу о них подробно. Банкноты Банка России у нас являются банкнотами образца 1997 года и имеют несколько модификаций. Вот, например, данная пятитысячная купюра является модификацией 2010 года. До нее была в ходу, у нас, ну и остается до сих пор законным средством платежа, пятитысячная купюра модификации 2006 года. У них схожий дизайн, но кое-какие отличия все равно есть. Если вы сомневаетесь в подлинности той или иной банкноты, вы можете проверить ряд защитных признаков прямо на месте без специального оборудования. Это займет у вас буквально несколько секунд. Можно проверить банкноту на просвет, поместив перед ярким источником света. В этом углу будет находиться водяной знак. На пятитысячных купюрах это памятник Муравьему Амурскому в городе Хабаровск. Также можно проверить банкноту, поместив ее под разным углом зрения. Например, вот на этой банкноте, когда вы смотрите банкноту под разным углом зрения, на гербе города Хабаровска пробегает блестящая защитная полоса. На банкноте модификации 2006 года этот герб будет менять цвет с малинового на золотисто-зеленый. Также можете проверить так называемый кип-эффект. Это вот на этой гелиоширной ленте располагаются буквы RR, что означает рубай российский. Банкноту нужно поместить даже не вот так прямо, а маленько вот так наискосок и посмотреть. Вот сейчас я их очень хорошо вижу. Если человек один раз увидит этот признак, то он сможет его уже увидеть на любых банкнотах, независимо от номинала. Он бывает либо светлые буквы RR на темном фоне, либо наоборот, темные буквы RR на светлом фоне, в зависимости от номинала. Но вот этот признак, он является довольно трудноподделываемым. И если вы его увидели, то с большой долей вероятности можно сказать, что данная банкнота подлинная. А фальшивые банкноты, с которыми вы, возможно, встречались в вашей работе, они, может быть, на ощупь отключаются. Есть ли у них водяные знаки, вот те признаки, о которых вы сейчас сказали? — Безусловно, мошенники пытаются сымитировать те или иные защитные признаки, но любая подделка рассчитана на проверку без специального оборудования. И где-то в темное время суток, или в спешке, или с другим большим количеством денег. Ну, например, если у вас попалось там несколько десятков таких банкнот, и из них одна-две может просто проскочить. То есть вы каждую банкноту не будете разглядывать. То есть подделывают и водяные знаки. Но если сравнивать с подлинной, то сразу становится понятно, что он имеет не те очертания. То есть он просто имитирован. Но если взять в руки подлинную банкноту и поддельную, вы поймете, что это не тот признак, который должен быть. Где-то можно посмотреть еще более точные признаки правильной банкноты в интернете. — Безусловно. — Чтобы человек был, как говорится, вооружен. И в случае, если ему попадаются пятитысячные деньги, он бы изучил еще более подробно. Где это можно узнать? — Признаки банкнот всех номиналов можно посмотреть либо на сайте Банка России, либо на сайте Финансовая культура. Также очень рекомендую установить на свой смартфон приложение «Банкноты Банка России». Это приложение, сразу скажу, не проводит экспертизу денежных знаков. Но вы можете выбрать номинал банкноты, и оно вам покажет, где какие признаки располагаются на указанной банкноте, и на что нужно обратить внимание. И человек может спокойно, самостоятельно проверить тот или иной признак банкнот. Очень удобная вещь. Всем рекомендую пользоваться приложением «Банкноты Банка России». А вообще что делать? Какие-то есть пошаговые инструкции, если человеку попалась фальшивая банкнота? Ведь это уголовно наказуемое деяние, если мы пойдем ее, допустим, обменивать или пытаться сдать. Безусловно, если вы поняли, что у вас в кошельке находится поддельная банкнота, ни в коем случае не пытайтесь ей расплатиться. Вам нужно вспомнить примерно, откуда она могла попасть к вам и незамедлительно обратиться в органы внутренних дел. Также, если вы сомневаетесь, вы можете обратиться в любую кредитную организацию для проведения экспертизы денежных знаков. Эта услуга совершенно бесплатная. Кассовый работник кредитной организации проверит банкноту. Если у него будет сомнение в подлинности, они могут направить эту банкноту на экспертизу в «Банк России». Если же окажется, что банкнота подлинная, но просто повреждена или изношена, то вам ее обменяют на настоящую новую банкноту. Появляются ли у нас новые модификации денег? Например, я знаю, что номинал в 100 рублей модернизирован каким-то образом. Это будет монета или новая банкнота? Совершенно верно. Банк России в конце июня текущего года анонсировал выпуск модернизированных 100-рублевых банкнот. Немножко расскажу о ней. Данная банкнота посвящена Центральному федеральному округу и городу Москве. На лицевой стороне указанной банкноты располагается фрагмент Спасской башни Кремля с курантами. На обратной стороне – Ржевский мемориал советскому солдату. Кроме того, на указанной банкноте имеется QR-код, при наведении смартфона, на который вы попадаете на страничку «Банка России», в которой описывают указанную банкноту. Можете посмотреть также признаки подлинности и платежеспособности данной банкноты. А у нас в обороте она уже есть в республике? В оборот, данные банкноты будут поступать постепенно. Это связано с необходимостью перенастройки оборудования. А какие-то другие банкноты другим номиналом будут модернизированы? У нас сейчас 100 рублей, 2000 рублей, 1000, 5000. 200 и 2000 рублей – это новые банкноты, поэтому речь о их модернизации пока не идет. К 2025 году планируется постепенно модернизировать все оставшиеся номиналы. Это 50 рублей, 500 рублей, 1000 и 5000 рублей. А вот интересно, кто выбирает, что будет изображено на новых банкнотах? Какие символы? Какие города? Данные банкноты будут иметь символику федеральных округов Российской Федерации. На лицевой стороне указанных банкнот будут находиться памятники столицы округов, а на обратной стороне достопримечательностей регионов, входящих в указанное округа. Список этих федеральных округов, достопримечательностей и регионов определяется экспертным сообществом. Конечный вариант из этого списка утверждается Советом директоров Банка России. Каким-то юбилейным датам или событиям, например, к Олимпиаде 2014 года в Сочи, также были выпущены банкноты, 100-рублевая красивая купюра. Ну, тогда и монетки были выпущены. А вот эта 100-рублевая купюра, она сейчас в ходу? Она была каким-то ограниченным тиражом? Да, это памятная банкнота, она имеет абсолютно законное средство платежа на территории Российской Федерации. К сожалению, в ходу ее встретить гораздо сложно, поскольку она разошлась по коллекционерам. Но, тем не менее, возможно. Большое вам спасибо за то, что пришли в нашу студию. И в конце нашей программы вы можете обратиться к нашим зрителям. Уважаемые телезрители, хотел обратить ваше внимание, если к вам попала поддельная купюра или вы сомневаетесь в ее подлинности, проверьте, пожалуйста, 3-4 указанных признака. Для этого воспользуйтесь предложением банкноты Банка России. Это занимает буквально несколько минут, несколько секунд. Большое спасибо. Напоминаю, что это была программа интервью дня. И сегодня мы говорили о том, чтобы в вашем кошельке никогда не появились фальшивые купюры. И об этом сегодня мы говорили с начальником отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Национального банка по Республике Тыва, Банка России, Игорем Валерьевичем Решетниковым. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго.